Добрый вечер. В Украине 20.00 в эфире подробности. О главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Сам в шоке. Александр Усик вернулся в Украину с двумя чемпионскими поясами. Кого одолел? Дружба по расчёту. Сирийский президент угрожает испортить отношения с Россией. Чего требуют? Двери закрываются. Житель Ужгорода требует вернуть ему льготы на проезд. Есть ли у него шанс? Это мне, это тоже мне. Кто нарезает себе лучшие куски земли в Ивано-Франковской области? Париж уже не тот. Как сено изменило пейзаж и уклад жизни французской столицы? Уставший, но удовлетворённый с чемпионским поясом Александр Усик вернулся в Киев. В аэропорту его встречали фанаты, журналисты. Больше всего хочу увидеть детей и выспаться, сообщил чемпион. Сам бой ещё он не анализировал, но своего противника Майри Сабриедиса оценивают как достаточно сильного. На заявление проигравшего о бое-реванше Усик ответил, что теоретически это возможно, а пока украинец планирует подготовку к финалу. Напомню, что полуфинал WBSS Усик Бриедис завершился победой нашего боксёра и победил он по очкам. Противник был достаточно сильный, но не сильнее меня, как оказалось. Всё хорошо, пояс, второй чемпионский пояс у нас, и мы привезли его домой, так что всё отлично. Уже есть дата финала, это май, 11 мая. Так что это хорошо, что мы имеем уже дату. Нам легче будет выстраивать свой тренировочный лагерь. 3 февраля после второго полуфинала станет понятно, с кем Усик выйдет на ринг в финале. С Муратом Гасиевым из России или с кубинцем-юниером Дортикасом. Масштабная авария в столице. Грузовик въехал в электроопору, стоящую на разделительной полосе. От удара тяжёлая металлическая конструкция, которую перевозила фура, вылетела и снесла кабину. Она оказалась на полосе встречного движения и моментально загорелась. Пламя перекинулось ещё на три автомобиля. Они выгорели до тла. К счастью, обошлось без жертв. От госпитализации участники ДТП, включая и водителя грузовика, отказались. Причины установит следствие. На виновника патрульной составили административный протокол. Фура ехала, не изразумилась за какой швидкостью. Врезалась в столб. Когда уже летела, сама кабина уже сполохнула воно. Вообще и дызель не пала его. За льготами в суд. Житель Закарпатия пытается вернуть себе скидки на проезд, который отменили местные перевозчики. Истец утверждает, что они не имели на это право. Так ли это выяснили мои коллеги. У Василия Шетели инвалидность второй группы. Он глава общественной организации, правозащитник и журналист. Работа связана с частыми поездками по области. По закону ему положена скидка на билеты на междугородних рейсах. Минус 50%. Василий показывает нашей съемочной группе, как обстоят дела на самом деле. Билет по льготной цене ему не продают. Не можно. Только первая группа. А первая группа – это лежачие. 53 гривни. 53 гривни. Прошу 53 гривни. Полную стоимость за билет, рассказывает Василий, отдает уже два года. Льготы на проезд для людей с инвалидностью второй группы, ветеранов и пенсионеров отменила областная ассоциация автомобильных перевозчиков Закарпатия. Скидки сохранили только для людей с инвалидностью первой группы и участников АТО. Как это так? Громадская организация скасовала законы Украины, которые приняла Верховная Рада, подписал президент. Ну, я тоже учулю громадскую организацию. Давай, соберемся, отменим какие-то КПК. Василий Шетель решил судиться с Закарпат-автотрансом. Требует возместить потраченные деньги на проезд и вернуть льготы. На подготовительное заседание в Ужгородский суд пришел адвокат ассоциации перевозчиков. Объясняет, почему те пошли на такой шаг. Только в прошлом году на льготников собственники автобусов потратили более трех миллионов гривен. По закону эти деньги им должны были компенсировать. Но уже второй год перевозчики не получают ни копейки. На сегодняшний день в Закарпатской области ни одна районная администрация, ни областная администрация пельговых перевозчиков не замовлено. В законах для пельговиков, да, действительно, правила прописаны. А в законах про автомобильный транспорт прописано, что это действует на основе государственного замовления. Начиная с 16-го года, государство не выполняется с обязанностью. В обл. администрации разводят руками. Мол, денег на компенсации за льготников в местных бюджетах нет. Область дотационная. Но в то же время поддерживают Василия, говорят. Закон на его стороне. Есть норма закона, которую четко должен выполнить как перевозчик, так и те, кто реализует квитки на автостанциях. Если этот закон приняла Верховная Рада, то желаем, чтобы Верховная Рада, принимающая закон про бюджет, предбачила отшкодование пельговых категорий граждан. Так как это предбачивается на житлоупоминальные послуги, так как это предбачивается на инши послуги. Василий Шетеля верит, что выиграет суд против перевозчиков. Если же нет, обещает дойти до Европейского суда по правам человека. Юлия Жешко, Марина Коваль, Юрий Ковалев. Подробности. Телеканал Интер. Закарпатская область. В Кропивницком спустя почти два года к дисциплинарной ответственности привлекут судью Алексея Галагана, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался скрыться от полицейских на своем внедорожнике. Напомню, судью Кировского райсуда полиция остановила летом 2016 года, заметив, что у машины не работала подсветка номеров. Общаясь с водителем, инспекторы заподозрили, что он не трезв, но вместо того, чтобы пройти тест, Галаган сел за руль и попытался сбежать. Догнали его, когда он уже заехал к себе во двор. Экспертиза показала превышение допустимой нормы алкоголя в крови в семь раз. Но тогда ответственность судья так и не понес. Апелляционный суд области оправдал своего коллегу. И только спустя почти два года члены Высшего совета правосудия, изучив видео, снятое патрульными, приняли решение отстранить Галагана от должности на три месяца и отправить его на курсы повышения квалификации по вопросам судейской этики. Глава ГПУ прокомментировал ход расследования по делу об убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской. По словам Юрия Луценко, он подозревает, что преступник действовал не в одиночку, но в виновности подсудимого не сомневается. Правоохранители собрали все необходимые доказательства, включая ДНК-тесты следов на теле Ноздровской. Отметил генеральный прокурор. На передовой затишье с начала суток в зоне АТО ни одного обстрела со стороны боевиков. Украинские военные, как и ранее, соблюдают перемирие. Пользуясь тишиной, они укрепляют позиции и наблюдают за противником. Все подробности расскажет Руслан Смещук. Поселок Новолуганское – это Светлодарская дуга. В последние несколько дней ситуация тут стабилизировалась. Боевики больше заняты разведкой и наблюдением за украинскими военными, чем обстрелами. В последнее время активно стараются выявить наши огневые позиции, огневые точки. Активно в течение ночи проявляют себя. Пока дистанция такая, не очень большая, но тоже самое время не маленькая. Ближе подходить не могут и не подходят пока. Ну, как-то так. Активные действия в направлении разведки. Пока стоит относительная тишина, военные заняты бытом. Вот это любимица подразделения. Ее величество – полевая баня. Приезжают люди, моются с передовой. Приводят себя в порядок. Могут приезжать практически круглосуточно. Но если есть такая возможность, когда они идут в боевые действия, когда нет обстрелов, приезжают, моются. Вот два бойлера, которые нагреваются. Четыре человека могут мыться одновременно. В самом Новолуганском жизнь не сахар. Сюда периодически прилетают снаряды боевиков. В результате несколько сотен домов получили повреждения. Катастрофически не хватает стекла для окон. Вот так оно, без пленки, с пленкой, так они и сидят. Трое детей маленьких. Ну, привезли шефир, а сколько? Вот все есть. Кирпича нет. Так они сидят. Без ничего. Вот вы по поселку проехали. Стоять около стекла. А это зона отведения тяжелой техники. Танкисты одной из бригад отрабатывают мастерство зимних маневров. В случае возобновления полномасштабных боевых действий или прорыва противника, именно они примут на себя основной удар. Руслан Смещук, Сергей Дубинин и Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер. Петр Порошенко посетит Австрию. 8 февраля он встретится с президентом этой страны и с федеральным канцлером Себастьяным Курцем. Кроме этого, Петр Порошенко посетит также знаменитый Венский оперный бал. Это ежегодный прием с участием высшего руководства страны. У президента Австрии есть привилегия пригласить на это мероприятие главу другого государства как личного гостя. И в этом году им станет Петр Порошенко. Количество жертв масштабного теракта в столице Афганистана достигло 103 человек. Еще 235 получили ранения. Напомню, накануне на КПП в центре Кабула, где расположены правительственные учреждения, взорвалась скорая помощь. В последнем полиции и врачей большинство погибших обычные прохожие. В МИД Украины заявили, что наши соотечественники в результате этого взрыва не пострадали. Неделю назад, я напомню, боевики атаковали в Кабуле отель Интерконтиненталь. Тогда погибли семеро украинцев. Ответственность на себя взяла радикальная группировка Талибан. Шантаж подружеский. Сирийский президент требует от Москвы срочно продать ему новейшее оружие. В противном случае Асад предостерегает, что отношения с Россией могут подпортиться. Какие планы у Дамаска, узнаем от Сергея Услендера. Президент Сирии жалуется на Израиль президенту России. Так во всяком случае утверждает влиятельная ливанская газета Аддияр. Там пишут, что Асад требует, причем именно требует от Путина, немедленно срочно продать ему зенитно-ракетные комплексы С-400 для защиты военных объектов. Так утомили президента Асада бесконечные налеты израильских ВВС. В случае отказа Асад, по данным Аддияр, угрожает пересмотреть свое отношение к пребыванию российских военных на своей территории. В Иерусалиме сам факт этих налетов не отрицают и не подтверждают, хотя израильское руководство неоднократно подчеркивало, что будет делать все необходимое для обеспечения безопасности государства. И первым делом нужно, по мнению этого самого руководства, не дать террористам получить оружие. Для этого только за прошлый год около 30 раз израильская армия наносила удары по различным военным объектам в Сирии. Как правило, это были либо склады с оружием, либо конвои, которые пытались перевозить его в Ливан. А реакция России на этот факт Иерусалим интересует слабо. Завтра я отправляюсь в Москву, где буду разговаривать с российским президентом Путиным. Мы обсудим происходящее в регионе, вопросы взаимодействия между нашей армией и российскими военными в Сирии и поговорим о темах, касающихся безопасности Израиля. Не нужно обладать особой прозорливостью, чтобы знать, что именно израильский премьер расскажет российскому президенту. Скорее всего, он в очередной раз скажет, что израильские летчики будут в Сирии бомбить все, что им прикажут. Российские военные Израиль практически не интересуют, но лучше бы им держаться от сирийских объектов подальше. А если захочется пострелять, то у израильских пилотов очень четкий и недвусмысленный приказ. В случае обстрела с земли немедленно уничтожить позицию ПВО. Я напомню, что в Сирии дислоцированы два дивизиона С-400, но предназначены они, по заявлениям, во всяком случае, российского генштаба, исключительно для защиты Хмеймим и Порто-Тартус. Там находятся российские военные базы. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканала Интер. Штаты и Европа пересмотрят ядерную сделку с Ираном, которую неоднократно критиковал Дональд Трамп. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тилесон во время своего визита в Варшаву. По его словам, уже созданы специальные рабочие группы, и вскоре специалисты должны внести изменения в действующие договоры. В то же время Тилесон подчеркнул, что политика США в отношении Ирана не ограничится одним ядерным соглашением. Американцы обеспокоены внешней политикой этой страны, в частности тем, что Тегеран поддерживает повстанцев в Йемене, а также Ливанскую Хизбалу. Земельный дерибан в Прикарпатье. В селе Ямница за одну сессию депутаты успели раздать более полутора сотен земельных участков. Вот только к списку новых землевладельцев у местных жителей вопросы. Так кому же достались самые лакомые куски? Давайте узнаем. Село Ямница под Ивано-Франковском. Получить здесь земельный участок мечтают многие, но свободной земли уже не сыскать. Все, что было, а это более полутора сотен участков, депутаты раздали на последней сессии сельсовета. В первую очередь выделены земельные делянки всем участникам АТО, которые проживают или зарегистрированы в селе Ямница. Их у нас 38. После чего уже перешли до категории пельговиков и загальной очереди. Среди счастливчиков, получивших на дело, почти половина депутатского состава. Их дети, члены исполкома, работники сельсовета и даже сестра сельского головы. Наши житловые умовы не найкращие. И она была бы, как гражданин, как мешканец села Ямница, претендовать на отримание земельных делянок под будильницей. Я не вижу ничего тут противозаконного. Всего желающих получить землю под строительство было около 400. Оксана в очереди с 2007-го. В списке была под 81-м номером, но участка не получила. В отличие от сестры-председателя, которая заявку написала всего за два месяца до раздачи. Ситуацию жителей Ямницы уже назвали масштабным земельным дерибаном. Ведь раздали земли депутаты как раз накануне завершения своих полномочий. Последняя сессия состоялась в ноябре прошлого года. А уже через несколько дней к работе приступили новоизбранные органы власти. Так как село вошло в состав объединенной территориальной громады. Этот земельный скандал в Ямнице не первый в марте прошлого года на рекордные взятки в 180 тысяч долларов поймали председателя Николая Зелинского. Он вместе с землеучредителем вымогал у предпринимателей деньги за выделение участка в 2 гектара. Но признав в суде свою вину, оба делались штрафом, после чего вернулись к работе. Оба и сейчас у власти. Зелинский в кресле советника главы территориальной громады. Бибик в той же должности землеучредителя. К слову, он тоже обзавелся земельным участком во время последней раздачи. Так как гражданин в Украине имеет полное право написать заявку, заявка была поднана на сессию. Это не то, что я сам взял землю. Жители Ямницы, между тем, не собираются оставлять все как есть. Думают о том, чтобы написать коллективные заявления в правоохранительные органы. Потребовать признать решение о выделении участков неправомерным и дать землю тем, кто ждет ее по 10-15 лет. Учитывая материальное положение и состав семьи. Данил Снисор, Жанна Дучак, Зиновия Автонас, телеканал Интер, Ивано-Франковская область. В столице задержали еще одного оборотня в погонах. Это 38-летний мужчина, который под прикрытием сотрудников нацполиции совершал кражи на железнодорожном вокзале Киева. В одном из гостиничных номеров, где скрывался подозреваемый, сотрудники прокуратуры обнаружили пакет с сим-картами и наркотики. Преступнику грозит от 7 до 12 лет тюрьмы. Несколько дней назад были задержаны шестеро полицейских. Проверяя вещи у пассажиров на предмет запрещенных вещей каких-то, они выясняли, сколько у них наличных, как бы между прочим. И сообщали об этом ворам. Те впоследствии делились с копами награбленным. Возглавлял группировку начальник сектора криминальной полиции на станции Киев-Пассажирский. Всем членам ОПГ уже объявлено о подозрении. В Сумской области убит чиновник рай госадминистрации. Зампредседателя Лебединской РГА Иван Лёгкий погиб сегодня утром на охоте. Пока полиция рассматривает произошедшее как несчастный случай, однако окончательную квалификацию определят после допроса свидетелей. Столкновениями с полицией завершилась акция против использования животных в цирках во Львове. Сегодня днем около 30 активистов с плакатами пришли к зданию городского цирка. В толпе кто-то взорвал дымовую шашку, завязались столкновения с полицией. Правоохранители стали задерживать защитников животных. У них обнаружили ножи, арматуру и газовые баллончики. Точное число задержанных неизвестно, их доставили в Галецкий отдел полиции. Комментариев пока правоохранители не дают. Все изъятое у пикетчиков отправлено на экспертизу. Руководство цирка заявляет, что акция протеста заказная и проплаченная. Оплата 200 гривен за участь в пикете у Львовскому цирку. Заметывайте, а эти тварины, которые в тепле, под наглядом вецслужб, под наглядом лекарей, с европейскими сертификатами, в соответствии, живут, до речи, тварины в цирковых умовах на много дольше, чем живут тварины в такой природе. Мы в Сумце нашли, то есть две арматурии, рабочие инструменты, то есть, в основном, которые я работаю на строительстве, то есть, они тут необходимы и так далее. У нас большинство представителей рабочего класса. Все на разбушевалась вода уже на улицах Парижа. Как выглядит столица Франции, мягко говоря, после дождя, расскажет Елена Абрамович. Затопленные причалы и, соответственно, рестораны и киоски, которые там находились. Никаких туристических круизов. Закрылся даже нижний этаж Лувра. Из-за длительных проливных дождей уровень воды в Сене за эту неделю значительно поднялся. Сегодня утром уровень повысился до 5 метров 80 сантиметров. Увеличение в настоящее время медленное. А вечером, может, будет немного больше, до 5 метров 90 сантиметров. Но не выше этого. Подземные воды просочились в подвалы жилых домов. Власти Парижа предупредили жителей, стоит позаботиться о ценных вещах. Аналогичное наводнение город уже пережил в 2016-м. Но это далеко от исторического максимума – 8,5 метров в 1920 году. Впрочем, сегодняшние 6 метров не привел. Мы обеспокоены тем, что на следующей неделе ожидается еще большее количество осадков. И это, конечно же, может повлиять на Париж и уровень воды в Сене. В пригородах Парижа ситуация плачевная. Больше всего пострадал Вильнёв-Сан-Жорж, городок в 20 километрах к югу от столицы. Там, на некоторых улицах, передвигаться можно только на лодке. Местные жители на выходных устроили субботник. Убирали мусор, принесенный водой. Что нам остается делать? Только ждать. Нам помогает речная полиция. Вот они как раз подъезжают. Вдоль Сены в парижском столичном регионе эвакуировали полторы тысячи человек. 1400 домов остались без электроэнергии. 700 без газа. На данный момент травм или смертельных случаев зафиксировано не было. Елена Абрамович, Евгений Каминский. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Четыре дня без воды. В Тихом океане нашли и спасли семерых выживших после кораблекрушения пассажиров. Паром пропал неделю назад в территориальных водах Карибати. Власти начали спасательную операцию. И только через четыре дня обнаружили шлюпку с людьми. В ней находились шестеро взрослых и один ребенок. Малыш был уже без сознания. Им сразу же сбросили с самолета пищу и воду. После чего рыболовецкое судно забрало их на свой борт. Что Илон Маск предлагает в случае зомби-апокалипсиса? Какое супер явление ожидает Земля уже через пару дней? И как японцы оторвались на рекордных снегопадах? Обо всем этом прямо сейчас. В центре Гонконга обезвредили 450-килограммовую бомбу времен Второй мировой. Опасную находку обнаружили на стройплощадке. Это уже третий боеприпас времен войны, найденный за последние четыре года в мегаполисе. По словам специалистов, в случае взрыва радиус поражения может достигать 200 метров. Пока снаряд обезвреживали, пришлось эвакуировать почти полторы тысячи жителей близлежащих домов. Илон Маск начнет продавать огнеметы. Об этом он написал в Твиттере. По мнению миллиардера, такое оружие просто незаменимо в случае зомби-апокалипсиса. И обойдется покупателю всего в 600 долларов. Если же средство не сработает против толп живых мертвецов, Маск обещает вернуть деньги. Официально выпуск анти-зомби-огнеметов начнется весной. Но, по словам Маска, уже заказано около тысячи. В Чехии запретили бесплатные полиэтиленовые пакеты. Согласно новому закону, во всех магазинах страны их придется покупать, как и любую другую продукцию. Стоимость одного пакетика от полутора гривен в перерасчете на украинскую валюту. Таким образом, в Чехии хотят уменьшить использование полиэтилена, который, по мнению экспертов, загрязняет окружающую среду. Нарушителям закона грозит штраф почти 20 тысяч евро. В Японии прошли снегопады самые сильные за последние 4 года. Местные жители решили воспользоваться этим по полной программе. В Токио люди, несмотря на мороз, высыпали на улицы, чтобы слепить снеговиков. Внохновения черпали из любимых фильмов и видеоигр от героев «Звездных войн» до «Годзиллы» и «Пандочек» с покемонами. А позже своими творениями хвастались в соцсетях. В Италии в самом разгаре один из самых известных карнавалов в мире – венецианский. Он стартовал вчера и продлится до 13 февраля. Тема этого года – игра. По словам арт-директора карнавала Марка Макапани, венецианский карнавал 2018 будет посвящен древнему искусству цирка, которое состоит из мастерства, акробатики, волшебства и изумления зрителей. В программе фестиваля – конкурс костюмов и масок, регаты, выставки, концерты. Землю ожидает голубое кровавое суперлуние. 31 января впервые за последние 150 лет совпадут сразу три астрономических явления. Голубая луна, лунное затмение и суперлуние. По отдельности они не являются чем-то необычным, но редко случаются все три одновременно. В течение большей части ночи луна будет казаться нормальной, но в предрассветные часы она будет отсвечивать оранжевым или красным цветом, когда спутник перейдет в тень Земли. 169 российских спортсменов из 389 допустил Международный Олимпийский комитет к участию в Олимпиаде в Хёнчхане. Напомню, 5 декабря из-за допинга МОК отстранил российскую сборную от зимних игр 2018 года в Южной Корее. На данный момент против россиян открыто уже 46 дел, 11 спортсменов лишены медалей Олимпиады в Сочи. Те, кого допустили к участию в играх, будут выступать под нейтральным флагом и без герба своей страны на спортивной форме. Вашингтонские новинки в американской столице на традиционном автошоу представлены самые крутые тачки сезона. К чему движется мир Дмитрия Нопченко о трендах этого года? Под одной крышей 650 машин, 35 различных производителей. Много дорогих авто, когда ценник за 250 тысяч долларов переваливает. И для посетителей сегодняшний день единственная возможность посидеть за рулем, чем многие с удовольствием пользуются, да еще и селфи делают. Но помимо развлечения, люди тут присматривают себе машины, планируя будущую покупку. А журналисты выясняют тенденции, куда автомир движется. И первая, которая уже видна. Хотя практически каждый производитель сейчас включает в свою линейку экономичные электромобили, огромные машины по-прежнему в моде. И еще пять лет назад американцам приходилось от таких авто отказываться. Экономический кризис, да и цены на бензин до небес взлетели, а расход топлива у них огромный. Но сейчас жизнь налаживается, топливо дешевеет, а значит на трассы возвращаются любимые американцами внедорожники. Это, конечно, просто часть менталитета. Большие дома, большие планы, большие машины. Электромобилями уже никого не удивить. Но тут еще и машины, работающие на водороде, представлены. Экологичные, окружающую среду вообще не загрязняют. Запасы водорода, в отличие от нефти, на планете вообще никогда не закончатся. Один только минус – заправиться пока негде. Но и это скоро изменится. В Калифорнии уже такие заправки появляются. Штаты за свой счет строят. В других теплых штатах тоже скоро будут на тех же Гавайях. Люди думают об экологии, и за этой технологией будущее. Но большинство пока не до высоких технологий. Главным образом об удобстве заботятся. Багажник побольше, салон попросторнее. Выбор огромный, и все задаются вопросом, мол, чем удивите? И удивляют. А вот этот автомобиль – пример, когда производитель внедряет новшества, которые самим водителям очень сильно нужны. Каждый из нас бывал в ситуации, когда путешествуешь вместе с семьей, чтобы поговорить, постоянно косишься через левое плечо с пассажирского сиденья. Так вот здесь одним нажатием кнопки переднее сиденье разворачивается на 180 градусов. И смотришь уже не на дорогу, а в салон. И чем больше таких приятных мелочей, тем скорее машину купят. Так что это еще одна тенденция этого года. Авто должно быть максимально удобным. В прошлом остались времена, когда функциями жертвовали ради дизайна. Сейчас в части полезность. Когда дверцу не ключ, а отпечаток пальца разблокирует. Когда зимой машина сама прогревается, пока ты к ней из дому идешь. А еще ценится возможность проехать где угодно. Этот полигон прямо на выставке сделали, специально создав ямы и колдобины. Чтобы американцы, привыкшие к отличным дорогам, почувствовали, как машина ведет себя в сложных условиях. Для нас тоже делают этот экстремальный тур. Большинство американцев, те, кто рядом с нами за руль садятся, убеждены, в реальной жизни таких ям на дороге просто быть не может. Ну да, это они просто в Киеве не были. Мой инструктор поясняет, автомобиль теперь действительно способен выдержать любые условия, в которых раньше любая другая машина давно перевернулась бы. И со временем будет все больше авто, которые, как Тесла, вообще на автопилоте ездят. Но это не значит, что водителям пора расслабляться. Это всегда комбинация хорошей техники и навыщик самого водителя. Никогда нельзя полагаться только на автомобиль. Да, технологии сейчас такие, что и ваша 70-летняя бабушка может сесть за руль и ехать. Но нужно подучиться сначала. И это третья, пожалуй, самая главная тенденция нынешнего Вашингтонского автошоу. Становится понятно, как бы далеко не зашли новые технологии, все все равно будет зависеть только от водителя. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Это все новости на сегодня. Уютного вам воскресного вечера. И до встречи в понедельник.